Чем шире ты раскрываешь свои объятия, тем проще тебя распять. Устав заглядывать в рот, как правило ищут повод дать в зубы. Познав житейскую науку, я понимаю понемногу, немногие протянут руку, но многие подставят ногу. Помните, если дьявол захочет лягнуть, то он сделает это не своим конским копытом, а своей человеческой ногой. Если что-то болит, то молчи, иначе ударит именно туда. Как бы ты быстро не вертелся, удар в спину невозможно встретить лицом к лицу. Крупные подлости делаются из ненависти, мелкие – из страха. Особенно стыдятся подлости, если не удалось довести ее до конца. Всем хочется казаться благородными. И делать подлость с благородством. Каждый человек находит себе оправдание, и чем более подлым он становится, тем трогательнее у него история. Не обязательно совершать подвиги, достаточно просто не делать подлостей. Если человек бьет в спину, значит он просто боится посмотреть в лицо. Самую сильную боль причиняет не враг, а тот, кто обещал всегда быть рядом. Тот, кто с нетерпением ждет чужого падения, готов сам низко пасть, но лишь с мыслью, что хотя бы об него споткнуться. Корыстные обманывают глупых, а подлые доверчивых. Зависть и корысть – вот две дорожки, ведущие к подлости. Ничтожный и подлый человек, всегда прикрывает свои ошибки. Если подлое лекарство нальет тебе, вылей. Если мудрый нальет тебе яду, прими. Там, где непорядочность в порядке вещей, подлость сходит за достоинство. Плохо, когда из всех чувств самым сладким, оказывается чужая горечь. Незаменимых нет, потому что все готовы друг друга заменить. У подлости не звериный оскал, а человеческое лицо. Подлость – извлечение выгод из собственного ничтожества. Порядочный человек не отвечает на подлость подлостью, чем, собственно, подлецы и пользуются. Стоит только оскотиниться, как все дороги ведут на бойню. Никогда не мстите подлым людям, просто станьте счастливыми, и они этого не переживут. Если человека нельзя купить, то его можно продать. Тому, кто подлость совершил и не подумал о позоре, потом придется испытать и неожиданное горе. Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди. Единственная разумная месть за подлость – воздержаться от ответной подлости. Неблагодарный, есть человек без совести, и ему верить нельзя. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество. Лучше использовать честные средства и терпеть неудачу, чем побеждать подлостью. На свете полно порядочных людей. Их можно узнать потому, как неуклюже они делают подлости. Глупость трудно понять, но можно простить. Подлость можно понять, но прощать глупо. Можно улыбаться. Улыбаться – и быть подлецом. Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Прощенная подлость мстит за великодушие. Странное дело. Самые естественные вещи вгоняют человека в краску, а подлость – никогда. Если подлость у человека в крови, то ничто не может изменить его судьбу. Опять пустые разговоры, с концами не свести концы. Нас учат честной жизни воры, и благородству – подлецы. Войны начинают подлецы, а заканчивают мертвецы. Не надо искать благородные причины для подлых поступков. Их не существует. Многие начинают строить козни с того, что берутся чинить препятствия. Сделать подлость другу теоретически невозможно, ибо при первой же мысли о подлости друг перестает быть другом. Так не поранит острый нож, как ранит подлый сплетний ложь. Предав, ты думаешь, что все сошло. Что подлость так и обойдется. Но помни, если другу сделал зло, то зло к тебе когда-то, но вернется. Опасайся тех, кого простил, потому что великодушие тебе еще припомнят. Когда не могут излучать свет, бросают тень. Можно все понять, все оправдать, все простить, и грубость, и оскорбление, и ненависть, и ложь – все, кроме подлости. Раньше я учился видеть человеческую подлость. Теперь я учусь ее не замечать. Выбираешь подлого правителя – получаешь подлость в ответ. По дороге подлости нельзя сделать только один шаг. Подлых людей много развелось, и горевать из-за них – просто непозволительная роскошь. Вы когда-нибудь замечали, как сильно обижаются люди, упавшие в яму, которую они копали для вас? Вошла в обычай подлость, в мире нету, ни честности, ни верности обету. Талант стоит с протянутой рукою, выпрашивая медную монету. От нищеты и бед ища защиту, ученый муж скитается по свету. Зато невежда нынче процветает. Его не тронь, вмиг призовет к ответу. Человек, который ругает тебя прямо в глаза, не совершит подлости. Подлец, чтобы обеспечить себе сладкую жизнь, насолит ближнему. Подлецы потому и успевают в своих делах, что поступают с честными людьми, как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми. Порядочный человек отличается от подлеца тем, что, делая те же подлости, что и подлец, не испытывает от этого удовольствия. Пчела укусит и подохнет, а люди гадят и живут. Благородный человек всегда идет на диалог, подлый — только на оскорбления. Не страшно, когда дурак считает себя умным. Страшно, когда подлец считает себя порядочным человеком. Чёрные мысли, украшенные белой завистью — классический наряд подлости. Человек, позволивший себе небольшую подлость, на этом не остановится. Подлость против подлеца — средство ненегодное. Если вы будете позволять людям безнаказанно делать подлости, они вряд ли остановятся. Вы должны заступаться друг за друга. Чтобы наш брат сделал гадость и не похвалился — не может такого быть. Кто нам свинью подкладывает, для нас козёл автоматически. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok